А насколько адиги хорошие джигиты? Ну, черкесы – это превосходные джигиты, потому как их родная лошадь, которая на их языке звучит адыгэш и переводится как черкесская лошадь, но официально известна как кабардинская порода, она тоже автохтонная, ей несколько тысяч лет она там на Кавказе зародилась. Она предназначена и для горы, и для степи, и для такой вот местности пересеченной, слабо и не очень слабо. И учитывая то, что конь по-адыгски «ши» и брат по-адыгски «ши», то есть слово «брат» и слово «конь» обозначаются одним и тем же словом, то есть это насколько это животное важное и является неотъемлемой частью культуры черкесов всегда была, и сейчас тоже. Сейчас у очень многих черкесов кони есть, то есть помимо автомобилей есть еще кони, они выезжают на них какие-то, делают свои походы и так далее, «зеку» называется на их языке «поход». Вот, сейчас это очень достаточно распространено. Специальное седло черкесское, которое никак не похоже ни на какое другое седло, в котором можно проехать очень много, большое расстояние. Вот, черкесских коней раньше даже не подковывали, сейчас подковывают, раньше даже не подковывали. Черкесский конь настолько важен для черкеса был всегда, что князья никогда в жизни никому бы не доверили мыть своего коня. Он только сам его может мыть, потому что это его родное существо. Коня заводили по брюху в воду, чтобы брюхо касалось воды. Знаете почему? Потому что вода холодная, и пока коня моют, конь пытается брюхо втянуть, потому что вода холодная, и таким образом качает пресс. Он тонус просто выдерживает, пока его моют. То есть, продумано все до мелочей было. Коней и расчесывали, и мыли всегда хозяева. То есть, только так было. И еще один нюанс скажу. Вот кабардинский конь, кабардинская порода, черкесский конь, кабардинская порода коней, это самый выносливый конь, это сочетание резвости и выносливости, очень уникальное сочетание. То есть, это, наверное, единственная порода коней вообще в мире, которая может спокойно пройти тысячу километров за 10 дней. Они используют такие скачки у них сейчас. То есть, конь должен идти стаерски 100 километров в день, причем 10 дней подряд. И конь спокойно это проходит. Главное, чтобы садник выдержал.